Сейчас мы уже все эти приемники подготовили для того, чтобы вода могла спокойно отсюда, ну как можно быстрее выйти. То, что будет небольшое временное подтопление, это однозначно здесь, ну сомнений никаких нет, потому что снега очень много. Но, по крайней мере, она сейчас максимально быстро уйдет. Вот для понимания, это адреса, которые в основном попадают под подтопление. Вот эти улицы. Это сразу телефоны, постоянная связь. В ЕДДС мы тоже отдали. Они сейчас ежедневно мониторят. Пять улиц Красноармейская, Первомайская, Коммунистическая, улица Селиванова. Вот четыре дня. Сапашка, не знаю, что. Не бывает. А предлагали кому-нибудь? А как вообще люди реагируют? Ну как, у кого-нибудь моя хата с краю, ну как у нас реагируют? Ну прям вот так самостоятельно, один лопаткой? Ну как, лопаткой, сюда-сюда. Знаете, когда было, что это, когда-то, при Суханово еще. Так они давали рабочие, приезжали, чистили. Мы ожидаем момент для того, чтобы уже, ну, что было положительное, пока уже увозим снег, для того, чтобы раньше не заморозило все эти трубы. То есть, если убрать это, ну, рано, например, на начало марта, получится перепервных ручей, как, трубы наполнятся, и дом возьмут же, и мы уже запоры не уберем. Соответственно, только в конце прошлой недели мы открыли главный слив воды с канализацией забора. То есть, это просто в конце улицы революционная. Март нас все равно в этом плане сильно спас, потому что снега сошло в очередь. Нет, оно, знаете, я вот здесь живу с 84-го года. Это весь, это не буду я ругаться, но это все вычистить эскалатором. Ну, чтобы открыть приемник нормально. А сюда плитку положить, все проблемы. Сделайте мне, и все. Чего не в июне? Нет, ну давайте мы сейчас заберемся вообще в июне. Да езжайте, а зачем вы нужны? Заброшенный дом очищать? Заброшенный дом очищать? Потому что с этого заброшенного дома потечет вам все. Слава Богу, с первого ракуал заговняли, завезли туда снегом. Потом мы названивали, звонили. Уберите нам, пожалуйста, снег, мы находимся в зоне подтопления. Только что-то вы приехали, когда мы наняли технику, уплатили деньги. Кто нанял технику? Лично я выходные вывозила. Лично бабуля, вам пойти позвать пенсионеров по 73 года, которые оплачивали. Вот это техника, нет. А что вы сейчас расчищаете? Скажите мне на милость. Вы нам обещали, с первого марта выйдет техника. Какой марта? Какой марта? Я вас сейчас умоляю. На дворе 2 апреля. Вывезли все. Вы сейчас устроили показуху. Приехали все сюда, взяли бомжовский дом, толкали берег, который мы уже тут сами все толкали, как могли, нанимали технику. Давайте с этого, давайте уже человечное. Я понимаю, что вы мне сейчас можете наговорить, что-то вот учат. Но зачем устраивать вот эту показуху для города, для отчетности? Ну вам нужен был вывоз, Март Месси, я это знаю прекрасно. Так а что же вы не вывезли? А потому что не было возможности здесь вывезти. Я вам еще раз говорю. Не было денег увезти снег везде. Недовольство людей, как бы оно всегда было и будет присутствовать. Потому что, значит, ну, убрать практически одномоментно весь снег, который находится на улицах города, ну, фактически невозможно. На сегодняшний день мы вот специально вас подвезли, там не показуху, не для того, чтобы показать показуху какую-то, а для того, чтобы поблагодарить наших партнеров. Люди, как бы, не остаются в стороне, прекрасно понимают, что фактически одной администрации и подрядчику нам не справиться. Благодаря им мы, как бы, и очищаем все эти улицы. В первую очередь, понятно, что мы сегодня смотрели, ездили, значит, в первую очередь мы будем очищать те улицы, которые попадают под зону подтопления. И очистить, вот, как женщина говорила, очистить в феврале-марте, ну, практически даже если мы бы очистку провели, то ее нужно было проводить полностью с вывозкой, ну, минимум раза 3-4. Потому что это, ну, я говорю, 3,7% выпадения, выпавшего снега, значит, нам такие вещи, ну, позволить просто мы не можем себе. Какие территории в городе вызывают Вашу наибольшую обеспокоенность? Вот тот участок, который мы, в принципе, проехали, и те ливневки, которые освободили, значит, наибольшие опасения все-таки вызывают те участки, потому что это частный сектор, это неожиданно, как всегда. Значит, есть же поговорка, значит, зима приходит неожиданно, и вот мы, к сожалению, можем сказать, что и подтопление тоже всегда приходит неожиданно, и в ночное время, и я очень боюсь, что вот резкое потепление, значит, даст нам вот такой результат. И ночью будем, значит, смотреть. И проблемы эти, как бы, есть, из года в год они существуют, но я думаю, и в этом году мы тоже без этого не обойдемся. А много вообще жителей обращаются к Вам по поводу паводка сегодня? Мы специально взяли, я показывал, специально взяли, значит, те дома, которые регулярно попадают в зону подтопления, взяли телефоны, встречались с их жителями, взяли телефоны, выдали им памятки, ну, практически всем, и постоянно производим мониторинг, значит, состояния подтопления. То есть у ЕДДС есть задания, они регулярно прозванивают, значит, спрашивают, в каком состоянии, как это дело все происходит. А кому-то из представителей власти люди могут напрямую позвонить в случае экстренной ситуации? Ну, практически наши телефоны все тоже известны, ну, и в первую очередь, понятно, нужно звонить ЕДДС, там есть определенный план, определенный порядок, порядок действия, телефоны всех практически служб, и по откачке, график делали мы, привлечение техники на период на этот, по откачиванию, там, по подсыпке и так далее, и тому подобное. То есть все эти телефоны, они имеются. Скажите, а поселок Горняк... В первую очередь, ЕДДС. А поселок Горняк, Южный, там какие-то проблемы могут возникнуть? Ну, проблемы могут всегда и везде возникнуть, но я думаю, что, в принципе, особого подтопления, так и из опыта работы, как бы там не возникало, но, тем не менее, все равно, в любом случае, мы держим под контролем, ну, практически весь город. Продолжение следует...